Приветствую вас, пожалуй, первое, с чего мне хотел бы начать, это с ответа на вопрос, что делать. Ну, во-первых, как я понимаю, у вас на данный момент, как бы, имеется шаг назад в своем развитии, в своем прогрессе. Если раньше вы работали, если раньше у вас была реализация, причем как профессиональная, так и, если я правильно вас понял, социальная, то есть вы жили в одной стране, и у вас там были, понятно, друзья, у вас там были, по-моему, дело сложившиеся круги общения, то при переезде в другую страну, естественно, с этим стали большие проблемы. И теперь вы чувствуете, что кроме как семейной роли, кроме как роли жены, вы больше ничего не делаете. Я думаю, что отсюда ваши проблемы в РФК, именно отсюда, по моему мнению, по крайней мере. Почему? Потому что, вот, когда человек реализуется полностью, а он реализуется во всех сферах, а у вас происходит так, что вы реализуетесь только в одной, пока в сфере, это сфера ваших семейных отношений и не более того. Дальше, значит, теперь, по поводу того, что вы пишете, значит, ага, ну, честно говоря, то, что вы пишете дальше, не совсем понятно лично мне, потому что, после переезда вы не смогли найти себя, почему не смогли найти себя, какие блоки у вас на пути к тому, чтобы найти себя, не очень понятно. Далее, хотели к семью и детей. Ага, то есть вы, что, получается, изначально хотели к семью и детей, А теперь, когда у вас есть семья, вы понимаете, что это не то, чего вы хотели бы? Или вы надеялись через достижение такой цели, как семья и дети реализовать какие-то свои желания? Не очень понятен этот момент, если чем там, потому что вы пишете достаточно размыто здесь, по моему мнению. Понимаете, как? Надо задать себе вопрос. Вот вы чего хотите сами? И для чего вы хотите, например, семью? Потому что семья никогда не бывает самоцелью. Семья это всегда естественное развитие отношений между людьми, между двумя людьми, между мужчиной и женщиной. И нужно отдавать себе отсчетом в том, что если вы изначально позиционируете себя как, вот как раз, как, ну, если вы изначально позиционируете свое поведение как нацеленное на семью и детей, то вот будут некоторые проблемы, потому что тяжело, знаете ли, стремиться подобрать такого мужчину, у которого бы, условно говоря, ваш идеал, вот идеал вашей семьи, а я надеюсь сейчас понятно, о чем я говорю, был бы, ну, полностью, в полном совпадении с вами. В общем, поэтому в первую очередь необходимо гармонизировать отношения с мужем, чтобы семья и, ну, то есть с мужчиной даже, не с мужем, а с мужчиной, а чтобы семья была все-таки производным от этих отношений, а не наоборот. Дальше, значит, хотелось, с мужчиной детей теперь понимают, что надо заниматься карьерой, начинать первое начало, а про их собственные желания надо забыть. Зачем забывать про их собственные желания, совершенно непонятно. А что стоит на пути к выполнению этих самых желаний, просьба не совсем, понятно. А если стоит, то что мечтает вам их убрать, что мечтает проработать их, непонятно. То есть вот эти моменты, они лично мне, ну, не истинны. А прошу прощения, если вам это как-то неприятно. Вот, так сказать, что можно заниматься предположениями, но мне бы не хотелось. Какие у вас конкретно препятствия на пути к достижению ваших истинных желаний? Вот давайте так себя спрошу. Потому что пока ситуация довольно запутанная. Я надеюсь, вы со мной согласитесь. Значит, а дальше, что вы пишете дальше? А дальше я бы хотел перейти к первой части вашего письма, где вы пишете о том, что смотрите на своих сверстников, у них семьи, дети, на работе все благополучно, или же карьера выше всяких послал. А у вас только наличие мужа. Простите, а вот вы своего мужа воспринимаете как? Очень интересный, на мой взгляд, и важный момент. Вы сомневаете ли вы своего мужа как самоцель? Достоин ли он того, чтобы вы воспринимали его как самоцель? Потому что, как вы про него говорите, складываются некоторые сомнения в том, что вы позиционируете своего мужчину как самоцель. такое ощущение, что вы как бы с ним ради какой-то цели. Эта цель не очень хорошо у вас получилась, и вы теперь пребываете в некотором разочаровании. Соответственно, не очень понятно, как вы, вот этот момент для себя решаете. Почему вы мужа говорите, что он у вас в наличии? Ведь это же человек, это же все-таки личность, а вы про него говорите так. Ну, вот этот момент тоже желательно бы как бы прояснить. А дальше, то, что вы впечатлили, значит, то, что вы смотрите на своих сверстников. То есть, как бы вы сравниваете себя с ними. А вопрос вам, зачем и для чего вы это делаете? То есть, для чего вы сравниваете себя с другими людьми? Потому что не очень понятно, чего вы этим хотите добиться. Во-первых, правда заключается в том, что вы не видите всех аспектов жизни других людей. Вам видится только то, в чем вы чувствуете свою, например, недостаточность. И повторить вам видится то, что лежит на поверхности, но, к сожалению, не то, что есть на самом деле. А то, что есть на самом деле, люди вам, скорее всего, не покажут. Потому что они сами это пытаются скрыть и стараются, чтобы их никто не уличил в том, что они в действительности не такие, какими они видятся. И тогда, тогда у меня к вам наш следующий вопрос. Почему вы сравниваете себя с другими, не понимая, не отдавая себе отсчет или хотя бы не рассматривая такой вариант, что у вас может быть своя жизнь, свой путь, свои какие-то перипетии с жизнью. И что они для вас, по-своему, важны. Для чего вы сравниваете себя с другими людьми? Вы стараетесь равняться на какую-то моду, на какой-то стандарт. Но подумать, я думаю, здесь нужно о том, что грозить от этого. Потому что мода – хорошо. Мода – это здорово, но не всегда то, что модно делает человека счастливым. Не всегда то, что модно помогает обрести свое «я», свое настоящее «я». И здесь важно понимать, чего хотите вы. И не равнять себя на других. А если вы это делаете, то важно понять, для чего вы это делаете. Для чего и почему вы равняете себя на других людей. То есть, может быть, вы боитесь, например, того, что вы будете хуже их. Если так, то почему? Почему вы боитесь быть хуже их? Все вам это грозит. То есть, понимаете, если вы опасаетесь, что они, эти люди, я имею в виду, от вас отверхнутся, например, то, вы знаете, это была бы неплохая проверка того, кто действительно вам предан, а кто нет, например. Если вас беспокоит что-то другое, например, своих неполноценностей на их фоне, то здесь момент тоже такой же, чтобы не чувствовать себя неполноценной, вам нужно двигаться в направлении того, чего хотите вы. То есть, как раз таки преследовать свои истинные желания, то есть те, о которых вы сейчас хотите забыть. Дальше. Вы говорите о том, что нужно заниматься карьерой, а про свои желания стоит забыть. Опять таки, нужно заняться карьерой для чего? Если это ваше неистинное желание, то карьера вам никакого удовольствия не принесет. А общество всегда стимулировало и будет стимулировать людей на то, чтобы они делали так, как это общество велись. Потому что таковы законы этого самого общества. Я надеюсь, это вам понятно. Потому что не стоит идти, не стоит прислушиваться к тому однозначно, что диктует общество. Это не всегда, знаете ли, на пользу человеку, конкретному человеку. Часто это очень даже серьезные и большие проблемы вызывает. Поэтому я думаю, что вам нужно сделать следующее. Во-первых, ответить на все вопросы мои, которые я вам забывал. прояснить все, как бы, ну, не очень понятные вещи, о которых я, как бы, говорил в своем аудиоответствии. И после этого понять, что проблемного есть в отношениях с вашим мужем. То, что проблемное есть, не вызывает никакого сомнения. Потому что, ну, когда вы говорите про мужем, что у вас он только в наличии, можно говорить о том, что, ну, есть немножко неправильное восприятие человека. Ну, и, значит, определить для себя, куда вы хотите стремиться, чем вы хотите заниматься, что действительно ваше, и как этого добиться. Какие есть, ну, к этому препятствия, потому что какие-то препятствия все-таки есть. Я имею ввиду, что вы в чем-то неудовлетворены. Правда, вот в чем именно понять из вашего сообщения не очень получается. Ну, вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. То есть, пересмотрите свое отношение к обществу, пересмотрите свое отношение к социальной роли. Подумайте, какие роли вам еще нужны, чего вам не хватает. Подумайте, для чего вам эти роли, для чего вам карьера, для чего вам работа, для чего вам ваш муж, что вы и так о нем отзываетесь. И вот после всех этих ответов вам станет понятно, куда вам идти, какие у вас проблемы, и в чем вам потребуется помощь эксперта. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Получается. Приятного аппетита до 이거를 да openedjob.